Что касается наших торгово-экономических отношений, вы понимаете, что проблем особых нет. Есть дисбаланс торговли определенный в сторону Беларуси, но вы должны знать, что в Казахстане производят массу товаров, которые нам очень нужны, начиная от хлопка и заканчивая металлами. Мы готовы, как это было в советские времена, закупать у вас зерно, у вас излишки большие, они будут всегда. Поэтому урегулировать баланс торговли не является проблемой. Я думаю, что надо поручить нашей межправительственной комиссии заняться этими вопросами. Полагаю, что в ближайшее время вы назначите со своей стороны сопредседателя этой комиссии, поскольку председатель с вашей стороны комиссии стал премьер-министром, это тоже для нас хорошо. Человек, который знает хорошо проблематику Беларуси, стал премьер-министром Казахстана. Но дело не в персоналиях. У нас всегда были добрые отношения с Нурстаном Абишевичем. Мы выставили достаточно четкую систему взаимоотношений Беларуси и Казахстана. Мы достигли практически миллиарда товарооборота между нашими государствами. Потенциал огромен. Нам способствует этому и поиск путь. Я думаю, тут больше сопряжения должно быть. Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим мы уже ведем переговоры и хотели, чтобы они были активизированы по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Я думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана. Здесь проблем нет. Но и России по транзиту. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана.